Большая панда Это медведь-кошка. Его западное имя происходит от малой панды. Раньше его также называли пятнистым медведем. Известны случаи нападений больших панд, на человека в подотряде псообразных существует семейство пандовых, куда большая панда не входит. В длину большая панда достигает 1,218 м и имеет массу 17-160 кг. Самцы крупнее самок по размеру на 10% и по массе на 20%. В отличие от других медведей, панда имеет довольно длинный хвост 10-15 см. Тело массивное, покрытое густым белым мехом с черными пятнами вокруг глаз, черными ушами и черными лапами. Короткие толстые задние лапы имеют острые когти. На подошвах и в основании каждого пальца хорошо развиты голые подушечки, облегчающие удерживание гладких стеблей бамбука. Большие панды имеют необычные передние лапы с большим пальцем и пятью обычными пальцами. Большой палец, который на самом деле является видоизмененной сесамовидной костью затясти, позволяет ловко управляться даже с тонкими побегами бамбука. Биолог Стивен Джей Голд посвятил происхождению этого «шестого пальца» статью «Зе панда с том», ставшую заглавной для сборника его трудов по эволюции. Примечательно, что аналогичная анатомическая особенность есть и у малой панды, несмотря на то, что этот вид в эволюционном плане довольно далеко отстоит от большой панды и относится к другому семейству. Ученые из Института генетики и биологии развития Китайской Академии Наук при содействии коллег из Британского Института Сенгера провели исследование и пришли к выводу, что хотя большая и малая панда имеет отдаленного общего предка, жившего свыше 40 миллионов лет назад, шестой палец не унаследован ими от него, а появился значительно позднее. Каждый из двух видов независимо от другого обрел это дополнение в ходе конвергентной эволюции, бамбуковая диета и потребность в удержании бамбуковых стеблей, видимо, и стали, по предположению исследователей, причинами, в силу которых закрепились генетические изменения, отразившиеся в общих анатомических чертах малой и большой панд интересные факты про больших панд. На передних лапах у большой панды не пять пальцев, а шесть. Открыты большие панды были в середине 19 века, но впервые поймать хотя бы одну панду удалось спустя лишь 68 лет. Долгое время ученые считали большую панду одной из разновидностей енота, но в конце 20 века генетический тест установил, что она является медведем. Самые интересные факты о медведях. Маленькие панды рождаются белыми, но уже спустя неделю они приобретают свое узнаваемый черно-белый окрас. Основа рациона большой панды составляют молодые побеги бамбука. Панды – медлительные создания, они способны развивать очень небольшую скорость, сравнимую с быстрым шагом человека, не более. Хотя это все равно на порядок быстрее, чем передвигаются ленивы цели, самые интересные факты о ленивы цах. Размеры взрослой большой панды сравнимы с размерами бурого медведя. Детеныш панды при рождении весит всего 150-200 граммов. Для сравнения, новорожденный человеческий младенец может весить раз в 20-25 больше. Для полноценной и спокойной жизни в естественной среде обитания взрослой большой панды необходимо около 10 квадратных километров пространства. На воле большие панды живут по 15-20 лет, в неволе чуть больше. Но вот размножаются в неволе они очень неохотно. Китай не продает больших панд, а сдает их в аренду зоопаркам по всему миру. Аренда одной панды приносит Китаю около 1 миллион долларов ежегодно. Летом панды могут переселяться на высоту до 4000 метров, спасаясь от жары. Зимой не впадают в спячку и не обустраивают бурогу. Книга рекордов Гиннесса назвала панду самым дорогим обитателем зоопарков. Ее содержание обходится в 5 раз дороже, чем содержание слона, второго по дорогоризме. В 2014 году панда по кличке Айхин перехитрила сотрудников центра Чинду, притворившись беременной. Сымитировав сонливость и негнительность, животное воспользовалось улучшенными условиями проживания и питания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...